Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшняя тема посвящена заболеваниям ног. Мы так и назвали эту программу «Здоровые вены, красивые ноги». И сегодня у нас в студии сосудистый хирург, флеболог Ульяна Сколостной Клинической больницы Аляпшев Григорий Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Григорий Сергеевич, ну вот большая часть, я думаю, людей, они даже не знают, что есть такая наука, которая изучает заболевания вен именно, да, флебология. И что есть даже такой специалист, который лечит эти заболевания, то есть он называется флеболог. Вот скажи, пожалуйста, вот немножко об этой специальности. Ну, мы уже сказали, да, с вами, чем занимается такой специалист. И скажите, насколько распространены у нас вот заболевания вен в Ульяновской области? И кто чаще болеет? Мужчины, женщины? Какой возраст? Вот об этом давайте расскажем. Спасибо за вопрос. Врач-флеболог – это специалист, сосудистый хирург, специалист, который занимается лечением и диагностикой заболеваний вен. Это отрасль хирургии? Да. Которая непосредственно с этим связана. Что касается статистики, то заболевания достаточно распространены. То есть по данным статистики до 70% всего населения в той или иной форме страдают хронические заболевания вен. Это достаточно много. Это достаточно много, действительно. В наше время принято говорить не о варикозной болезни как таковой, а о более широком понятии под названием хронические заболевания вен, которые включают в себя и сосудистые звездочки, и варикозную болезнь, и просто отеки на ногах, и признаки лимфостаза, и такое состояние, как посттроботическая болезнь. Так вот, если взять всю популяцию, то до 70% населения в той или иной форме, либо в форме звездочек, либо в форме варикозной болезни страдают данным заболеванием, данным состоянием. Что касается мужчин и женщин, то преобладают действительно женщины. Это научно доказано. И соотношение женщин к мужчинам примерно два к одному. То есть женщина страдает в два раза чаще. А возраст, Григорий Сергеевич? Здесь, в данном случае, есть прямая связь с возрастом. То есть, чем старше пациент, тем больше шансов страдать данным состоянием, хроническим заболеванием вен. То есть, если оно появилось, оно может с возраста просто прогрессировать, да? Данное состояние, оно является прогрессирующим. То есть, оно не имеет тенденции к обратному развитию. Ясно. Ну вот, у нас город современный, наш город Ульяновск, да? И Ульяновск область вообще, регион такой продвинутый, так скажем, да? И понятно, что очень много предприятий, различных фирм, компаний, офисных таких различных организаций. И поэтому, наверное, специфика работы, она тоже влияет, да? То есть, вот скажите о том, что, может быть, сидячая, да, работа, офисная работа. Это же тоже влияет, один из факторов риска, да, возникновения? Действительно. То есть, чем меньше пациент двигается, чем больше он проводит времени либо сидя, либо стоя, да, за станком, либо где-то на другом месте работы. Это действительно является фактором прогрессирования варикозной болезни и других заболеваний вен. Но, как вы уже сказали, город современный, с другой стороны, это является плюсом для диагностики сосудов. Почему? Потому что хронические заболевания вен, они, это то состояние, которое достаточно хорошо диагностируется. То есть, клинические при наличии медицинского персонала и так и с точки зрения УЗИ-диагностики. Так как город современный, УЗИ-аппараты есть буквально на каждом шагу, то в плане диагностики данного состояния проблем не возникает. Это является одним из плюсов. Ну, а вообще, вот скажите, Игорь Васильевич, какие должны появиться признаки, или симптомы, скажем так, которые должны пациента все-таки насторожить? Ну, вообще, человека должны насторожить, и он должен уже действительно обратиться к специалисту? Ну, что хочется сказать. Хронические заболевания вен, звездочки, варикозная болезнь и так далее, все эти состояния, они развиваются достаточно медленно. Не сразу? Они развиваются не сразу. Пациентка не привыкает. И многие пациенты отмечают то, что сначала появилась какая-то, допустим, одна сосустия звездочка, допустим, у пациентки во время беременности. Со временем появилась какая-то венка, на которую пациентка не обращала внимания. И со временем все это плавно перетекает уже в дальнейшее осложнение, и пациент привыкает к этому состоянию и не может определить, когда ему нужно обратиться к врачу. То есть он чаще всего упускает этот нужный момент. Также возникает, постепенно возникают симптомы. Может возникать тяжесть в конце рабочего дня. Отеки. Отеки. Чаще всего по вечерам, но с течением времени при прогрессировании хронической заболеваний вен отеки становятся постоянными. То есть эти отеки за ночь не проходят после ночного сна. Также появляются разные субъективные симптомы. Тяжесть, усталость, судороги по ночам. Пациенты по-разному отмечают жалобы, такие как ползни мурашек по ногам, различные парастезии и так далее. И в данном случае лучше перестраховаться, если у пациента такие симптомы есть, хотя бы один из них лучше перестраховаться, заранее пройти УЗИ и наметить план действий, чтобы сразу иметь полную УЗИ-картину и иметь какую-то начальную точку, от чего отталкиваться. Хотя бы с чем было в дальнейшем сравнивать в динамике. А вот из многих телепрограмм, из рекламы различной, люди слышат о разных чудодейственных таблетках, мазях, герудотерапии, пиявки, какие-то крема различные, которые волшебные средства, грязевые, может быть, средства, грязевые ванны и так далее. То есть какие-то методы, близкие даже к народным методам, которые чудодейственным влияют и могут исцелить от варикозной болезни, вообще от заболеваний вен. На самом деле нужно это слушать? Или все-таки действительно, давайте об этом скажем, что нужно все-таки слушать специалистов? Если кратко ответить на ваш вопрос, то можно сказать, что какого-то чуда здесь не существует. То есть нет какой-то волшебной мази, нет какой-то волшебной средства, чтобы обратить все эти изменения венах вспять. Но хочу отметить то, что в рамках комплексного лечения применяются и мази, и различные препараты венотоники. Если вкратце, то можно обсудить по группам. Чаще всего рекламируются препараты на основе гепариновой мази. Эти препараты используются по узким показаниям. То есть простым языком с рожжающим эффектом? Все правильно, да. Эти мази достаточно эффективны только в случае развития тромбофлебита. То есть когда вена воспалилась, когда есть признаки тромбоза, тогда она будет абсолютно показана. В этом смысл есть. Некоторые мази обладают противовоспалительным эффектом. Это опять-таки эффективно чаще всего только в условиях наличия тромбофлебита. То есть когда внутри вот этого рикозной вены появился тромб. Некоторые мази обладают отвлекающим эффектом. То есть если пациент беспокоит чувство жжения, какая-то тяжесть. И если данная мазь обладает охлаждающим эффектом, пациенту субъективно легче. То есть на какое-то время позволяет обойтись без операции, которая необходима, на какое-то время оттянуть хирургическое вмешательство. Некоторые мази просто бесполезны. То есть их научная эффективность не доказана. Что касается геродотерапии, то есть лечения при помощи пиявок, то эффективность данного метода не доказана. Мы стараемся его не использовать. Что касается препаратов, то наиболее резокломированной группой сейчас являются венотоники. То есть это препараты, которые улучшают венозный отток от нижней конечностей и используются в комплексной терапии хронической заболевания вен. Они улучшают самочувствие пациентов, уменьшают тяжесть в ногах, усталость. То есть помогают бороться с субъективными симптомами. Полностью проблемы они не устраняют. Они просто позволяют на какое-то время снять симптоматику и отдалить время операции, если такова и запланирована. Но в любом случае лечение должно быть индивидуальным? Лечение должно быть индивидуальным. Почему? Потому что все эти препараты достаточно дорогостоящие. И часто самолечением заниматься невыгодно. То есть проще один раз проконсультироваться, наметить план действий и уже грамотно подходить к данному вопросу, чтобы не заниматься подбором мази либо препаратов самостоятельно. Ну, то есть уже согласно стандартам, врач назначит лечение. И тогда уже и динамика будет положительная. Будет положительная динамика и будет от чего отталкиваться. Потом, чтобы было с чем сравнить. Григорий Сергеевич, беременность. Иногда при беременности идет обострение таких заболеваний, поражения вен. А иногда даже бывает дебют, возникновение этих поражений вен. Как избежать этого? И, может быть, какие-то есть советы именно при беременности? Как можно это оттянуть или как-то вообще затормозить этот процесс? И что вы по этому поводу скажете? Ну, действительно, из практики скажу то, что многие пациентки чаще всего отмечают то, что развитие варикозной болезни и других проявлений хронических заболеваний вен чаще всего дебютируют во время беременности. Почему? Во время беременности у пациенток меняется гормональный фон, увеличится, соответственно, масса тела, происходит задержка жидкости, также меняется гормональный фон у пациенток. И на фоне этого у многих пациенток развиваются хронические заболевания вен. Проявляются у всех по-разному. У кого-то в форме звездочек сосудистых, у кого-то уже в форме более крупных варикозных вен. К сожалению, во время беременности мы с точки зрения хирургии предложить какого-то лечения не можем. То есть мы ограничены в выборе лекарственных препаратов, мы ограничены в виде хирургической помощи. И поэтому чаще всего единственным методом лечения является ношение специальных противоварикозных чулок. То есть используется противоварикозный трикотаж. Он подбирается индивидуальным врачом в зависимости от тяжа состояния. То есть подбирается либо трикотаж, либо первого класса компрессии, либо второго. Это определяет врач, врач-флеболог, на приеме после проведения УЗИ-диагностики. Ношение трикотажа – это безопасная процедура. То есть при помощи трикотажа каким-то образом организм беременный и организм за ребенка навредить невозможно. То есть, грубо говоря, чулки можно носить хоть каждый день, и никакого от них вреда не будет, только польза. За счет отношения трикотажа уменьшается задержка жидкости, уменьшается задержка лишней венозной крови в ногах, улучшается венозный отток, уменьшаются отеки, и улучшается общее самочувствие пациентки. Также при помощи чулок происходит профилактика тромботических осложнений. То есть тем самым мы снижаем риск развития тромбоза глубоких вен и тромофлебита. Это очень важно. Но опять же, даже вот трикотаж, про который вы сказали, вот этот, скажем так, с лечебным эффектом, подбирается тоже доктором? Только доктором, да? То есть индивидуально? Или пациент может сам? Его назначает врач. Врач позволяет определить первый класс компрессии или второй класс компрессии. То есть с какой силой должно быть давление? Да, он определяет силу сжатия. Трикотаж подбирается индивидуально. Он подбирается в специальных ортопедических салонах, куда пациентка обращается, показывает ноги. При помощи сантиметра нога замеряется и подбирается по таблице индивидуальный размер для каждой пациентки. То есть очень серьезно? Естественно, потому что трикотаж нужно носить регулярно. Он может причинить некоторый дискомфорт, если он подобран неправильно. Если трикотаж подобран правильно, соответственно, пациентке ходить гораздо легче, меньше отжимать. Соболевание регрессирует, получается? Симптоматика регрессирует, да, и пациентка чувствует себя гораздо лучше. А вот, ну, известный такой факт, да, что когда при вот долгом стоянии, долгом сидении, значит, вот в нижних конечностях жидкость задерживается до 500 мл, да, может, и вот в сосудах венных, да, задерживается? В принципе, да. Примерно, да. И понятно, что получается, что эластичность сосудистей стенки нарушается, да, они расширяются, сосуды со временем. То есть, ну, варикозное расширение как раз происходит. Вот как с этим бороться все-таки, да, и, может быть, есть какие-то вот, ну, хотя бы в двух словах, может быть, какая-то есть методика, да, чтобы вот этого действительно избежать? Может, какие-то, посоветуете какие-то упражнения там или какие-то виды двигательной активности? Как это устроено? В мышце голени есть специальные венозные синусы, которые сокращаются под воздействием сокращения мышц. То есть, проще говоря, если мышцы на голени сокращаются, происходит выталкивание лишней венозной крови обратно к сердцу. Тем самым уменьшается застой венозной крови в ногах, происходит циркуляция крови, уменьшение отеков и регрессирование всех этих симптомов. Иными словами, нужна физическая активность. То есть, если пациент длительное время сидит, как мы сейчас с вами, либо длительное время стоит там за станком или где-то на другом рабочем месте, пациент по максимуму должен стараться использовать мышцы на ногах. То есть, либо давать себе паузы. То есть, перерывы какие-то в работе. Перерывы, всё правильно. Когда пациент должен ходить, двигаться, чтобы работали мышцы на нижних конечностях. Либо непосредственно на рабочем месте пациент должен двигать ногами, как я сейчас, для того, чтобы мышцы работали. И тем самым он будет префактировать все вот эти вышеуказанные состояния. Также данное состояние можно дополнить при помощи эластичного трикотажа. То есть, пациент может носить, если это мужчина, может носить гольфы, если это пациентка, она может носить эластичные чулки, которые не видно, так скажем, под одеждой. Они никак не мешают работе. И они будут тоже являться профилактикой всех вот этих состояний. Что касается вне рабочего времени, пациент должен взять за привычку стараться отдыхать в воздушное положение ног. То есть, как пациент лежит, спит, читает книгу, играет в телефоне, ноги держать в воздушном положении. При этом не обязательно задирать ноги прямо до потолка. Достаточно прямо совсем небольшого завершения. То есть, буквально 10-20 см. 10-20 см. Все правильно. То есть, ноги класть на подушку. За счет этого ноги находятся выше уровня сердца. И под водительством силы тяжести лишняя венозная кровь в ногах не копится. Отеки проходят, и состояние пациента улучшается. Кроме этого, по вечерам можно делать контрастный душ. То есть, чередование горячей и холодной воды, которую пациент наносит на ноги. За счет этого улучшается тонус вен, и лишняя венозная кровь, опять-таки, в ногах не копится. Это просто, это дешево. Но здесь работает принцип. Чем более регулярно, тем лучше эффект. Что касается домашних упражнений, то, возможно, такие варианты, как лежа на спине, пациент поднимает ноги, или делать такие упражнения, как подъемы ног, махи, либо велосипед, ножницы. То есть, те упражнения, где... Простые даже, элементарные. Это элементарные упражнения, да, где работают ноги, мышцы брюшного пресса, и улучшается венозный отток. И просто несколько повторов, наверное, да? В течение с какого времени это можно делать упражнение? Это даже не так принципиально. Здесь важна регулярность. То есть, системность такая? Системность. Если пациент хотя бы по 3-5 минут будет делать каждый день, он почувствует себя лучше, да. Ну, то есть, чтобы человек получал удовольствие, да, от этих упражнений, то есть, не было утомления лишнего? Чтобы не было утомления. То есть, это просто должно быть образом жизни. Это дешево, это нетрудно, это не обременительно по времени. Почему бы и нет? А, Григорь Васильевич, а вот сосудистые звездочки, все-таки это вот первое проявление варикозной болезни? Или это как бы отдельная такая патология? Здесь ситуация двоякая. То есть, сосудистые звездочки – это одно из проявлений хронических заболеваний вен. Возможно, два варианта. У некоторых пациенток, также у пациентов, это сугубо косметическая проблема. То есть, если мы таким пациентам делаем УЗИ, мы обращаем внимание на то, что глубокие вены, поверхностные вены, они работают нормально. Просто есть косметическое расширение вот этих внутрикожных вен. То есть, все это выглядит достаточно некрасиво, но с точки зрения хирургии какой-то особой коррекции не требует. Также, с другой стороны, бывают такие ситуации, когда сосудистые звездочки являются первым признаком расширения более крупных вен. То есть, когда есть варикозное расширение вен, вен, которые расположены глубоко под кожей, но без УЗИ их не видно, и первым проявлением уже являются сосудистые звездочки. И для того, чтобы произвести диагностику между этими двумя состояниями, мы проводим УЗИ и намечаем план действий. И решаем, это косметика или это уже хирургия. Если есть косметика, то в данном случае возможно проведение таких манипуляций, как склеротерапия, то есть, по-русски говоря, обкалывание вот этих сосудистых сеточек специально склерозирующим раствором, чтобы они пропали, либо через кожный лазер, то есть без проколов, без препаратов, нагревание этих сосудистых сеток и их исчезновение, косметическую процедуру. Что касается брикозной болезни, то в данном случае первым этапом идёт операция, то есть удаление поражённого сегмента крупной вены, и потом уже заниматься косметикой. А методы исследования всё-таки, вот мы уже сказали об этом, это ультразвуковое исследование, да? Может быть, ещё какие-то есть методики современные? Современные методики есть, в частности, есть, к примеру, венография, но она используется по очень-очень узкому спектру показаний, то есть она используется в крайне редких случаях, в случаях, когда когда-то у пациента был тромбоз глубоких вен с явлениями отрыва тромбы, вот, в тех случаях, когда решаются вопросы о стентировании вен. Но всё это крайне-крайне редко, и уже по назначению врача после многократных УЗИ и после длительного лечения, то есть таких пациентов единицы. Иными словами, в большинстве случаев достаточно просто консультация врача-флеболога и проведение УЗИ веннижней конечности. То есть при помощи этих двух методов, в 90% случаев, можно наметить плод действия и начать лечение. Ну, в принципе, как и при многих других заболеваниях, врач первого контакта – это первичное звено, да, то есть вот кому пациент придёт в первую очередь вот с теми жалобами, которые мы перечислили уже, вот эта тяжесть в ногах, отёки, да, он придёт, наверное, к терапевту может, да, прийти. И терапевт, уже сориентировавшись, да, он может направить уже, ну, сначала, скажем так, просто к хирургу даже поликлиники, да, а хирург уже заполнил фриз-консультант, то есть ничего в этом проблемного нет, да, абсолютно там с минимумом обследования, да, может направить уже к сосудистому хирургу или флебологу, да. Всё правильно, да. То есть вот такая мушутизация. В принципе, я, насколько знаю, никогда никому не отказывается. Любая консультация, всегда, да, человек может попасть к флебологу, да, это без всяких проблем, да? Ну, приём флеболога в поликлинике областной больницы, он ведётся два раза в неделю. Регулярно. Да, регулярно, и по 10 человек в день, так что… Запись идёт прямо из поликлиники, с регистратуры, то есть, в принципе… По факту, да, то есть эти проблемы не возникают. Пациенты попадают, мы их осматриваем. Вот в областной больнице есть врач-узист, который делает УЗИ, и мы решаем вопрос насчёт операции, либо лечения. Либо лечения. Григорий Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот какие виды спорта, они вот помогают избежать вот этих проблем с венами нижней конечности и, может быть, даже препятствуют возникновению варикозной болезни вен? Ну, здесь проще ответить на вопрос, какие спорты вредят вот этому состоянию и провоцируют… Давай скажем сначала об этой группе, а потом тогда уже, которые помогают. То есть, в данном случае больше вредят тяжёлые виды спорта. То есть, те виды спорта, где есть подъём тяжестей, использование, допустим, штанги, гантели каких-то тяжёлых, соответственно, тяжёлых каких-то аппаратов. А полезными, наоборот, являются виды спорта, где пациент работает своим весом. То есть, какие-то кардионагрузки, бег, ходьба, плавание, скандинавская ходьба, различные виды нагрузок, допустим, в бассейне. Если спорт в тренажёрном зале, то, в принципе, без ограничений, но своим весом. То есть, не приседания со штангой, а, к примеру, отжимания, подтягивания, допустим, пресс, либо брусья, там, где есть свой вес, свой вес, он безопасен для пациента. Вот. Это основные направления. Ну, Григорь Васильевич, при любом заболевании тоже, да, я думаю, что и заболевание вен тоже, тоже есть определенный фактор риска, да. Давайте скажем всё-таки ещё, вот, вредные привычки, да, малоактивный образ жизни, да, это тоже ведь провоцирует прогрессирование заболевания вен? Действительно, мы об этом не сказали, но немножко коснулись о том, что малоподвижный образ жизни, он может провоцировать, то есть, если пациент мало двигается, само собой, может приводить к отёкам и к развитию хронических заболеваний вен. Научно доказано то, что ожирение, оно обязательно приводит в том, в той или иной степени приводит... Естественно, нагрузка идёт, конечно. Да. В той или иной степени приводит тоже к развитию рекордной болезни. Есть также работы, которые связаны, в которых описано то, что курение может в той или иной степени провоцировать развитие варикозной болезни и развитие травмофлебита. Ну, если спазм сосудов возникает, да, то... Такие разнослежащие все препараты, они провоцируют спазм сосудов, правильно? Действительно, такие работы есть, да. Поэтому, конечно, нарушение кровотока и влечёт за собой. Ну, Григорий Васильевич, вполне так мы объёмно всю эту тему с вами раскрыли. Ну, по традиции уже, может быть, в заключении нашей программы, какие-то добрые советы нашим телезрителям, потому что у нас аудитория очень большая, и нас слушают и мужчины, и женщины, да, ну, больше, может быть, к женщинам сейчас обратитесь, да, в которых всё-таки больше, да, возникает вот это заболевание варикозной болезни, варикозное расширение вен. Какие-то свои такие добрые советы, и как от специалиста, и как от человека. Ну, я считаю то, что, так скажем, в настоящее время ключевым словом является вовремя. То есть всё нужно делать вовремя. Если есть сосуд звёздочки, то, соответственно, нужно обратиться к врачу-флюбологу, чтобы отличить два состояния, которые мы уже сказали выше. Это является косметикой, либо это является уже потенциальной хирургической патологией. По крайней мере, у вас уже будет от чего отталкиваться. То есть у вас уже будет какая-то УЗИ-картина, от которой вы будете отталкиваться, допустим, через полгода, год смотреть, будет прогрессирование или нет. Второе, что я хочу сказать пациентам, желательно всё-таки возможность носить эластический трикотаж. То есть это та вещь, которая доступна по деньгам, доступна, в принципе, любому пациенту. И это та вещь, которой вы не можете навредить своим сосудам. То есть если не знаете, что делать, пациент боится идти на УЗИ, то смело можно носить трикотаж. Пусть даже самый простой, пусть самый дешёвый, пусть минимальной степени компрессии, но хуже от него не будет. То есть это уже на какое-то время позволит оттянуть либо операцию, либо если вы боитесь проходить УЗИ, боитесь врачей, то это посещение. Ну вот не могу не коснуться тоже ещё вот такой темы. Ну понятно, коронавирусная инфекция. Сейчас мы все боремся с ней, и я думаю, что в принципе у нас получается, как говорится, свернуть голову этому ковиду. Но вот всё-таки те, кто имеют вот эти заболевания вен, это же тоже группа риска. Даже если, например, коронавирусная инфекция, она же даёт осложнение именно на сосуды, в том числе и на кровообращение тоже нарушается, и свёртывающая система крови страдает при коронавирусной инфекции, при средней, при тяжёлой особенностей степени. Вот я хочу просто подвести к тому, что вакцинация, сейчас очень много мы уделяем этому, именно вакцинация от коронавирусной инфекции. бесплатная, доступная. Я хочу сказать, чтобы вы тоже, как специалист, сказали, что те, у кого есть варикозное расширение, у кого есть поражение, там, тромбофлебиты, вены, это тоже группа риска, и вакцинироваться необходимо, да? Как вы считаете, ваше мнение личное? Из нашего опыта, из опыта нашей больницы, хочу сказать то, что ковид, он действительно провоцирует все сосудистые заболевания, как венозные, так и аритериальные. То есть на фоне данного состояния, на фоне данного заболевания, количество тромбоза действительно увеличилось. То есть осложнение не идут. Увеличилось ощутимо. И варикозная болезнь является одним из факторов риска по развитию тромбофлебита, то есть появлению тромбов внутри вот этих вот варикозно расширенных вен. И, так скажем, с этих позиций вакцинация, я думаю, будет вполне оправдана. Ну, конечно, тем более бесплатная, да, и доступная. Сейчас везде открываются и точки уже вакцинации, да, специальные пункты. И сейчас, пожалуйста, в любое время, практически суток, уже можно вакцинироваться. Поэтому я считаю, это очень важно. Смысл есть. Спасибо большое. Вот мы еще раз этой темой тоже коснулись. Я считаю, что это очень важно. Спасибо вам большое, Григорий Сергеевич. Спасибо вам. За такое раскрытие темы. Спасибо большое. Ну, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.